И следующее слово предоставляется Татьяне Александровне Сивохиной, город Самара, этап реабилитации онкогинекологических больных. Пожалуйста, 15 минут. Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите прямо буквально коротко рассказать, как же в Самарской области проходит конкретно на этом докладе этапная реабилитация онкогинекологических больных. Как мы уже говорили, порядок оказания медицинской реабилитации изложен в приказе 17.05.12.2012 года. И, что немаловажно, реабилитация онкологических пациентов – это важный момент в лечении онкологических пациентов в целом. Программы медицинской реабилитации разрабатывались как раз на основании этого приказа. И самое главное – раннее начало, как уже говорилось, этапность, комплексный поход, непрерывность и последовательность. На территории Самары и Самарской области проживает более 9 тысяч женщин, принесших противоокупливого лечения, злокачественного образования тела и шейки матки. И, что немаловажно, и это придает актуальность нашей проблеме, более 40% женщин заболевают в трудоспособном возрасте, а это от 21 до 59 лет. И причем 30% возрасте от 25 до 40 лет. За последние десятилетия отмечается омоложение данного вида злокачественного образования вплоть до 70% из числа женщин, заболевавших в репродуктивном возрасте. И, в частности, интенсивное повышение показателей заболеваемости раком шейки и матки. Особенно заметно в группе женщин моложе 29 лет и за последние 20 лет составило более 200%. На данном слайде схематично представлены осложнения противоокупливого лечения, ранние и поздние осложнения. Как вы видите, здесь и нарушение мочеспускания, и лимфокисты, и тромбоэмолические осложнения, лимфовенозная недостаточность, инфекционные осложнения, постлучевые повреждения, поражения и нервно-психические расстройства. На данном слайде представлены осложнения, которые мы встречаем в своем отделении. Направление на реабилитацию допустимо, конечно же, для пациентов, получивших радикальное противоокупливого лечения. На первом этапе, конечно, их смотрят врач, онколог, гинеколог, проходят все необходимые для наших дальнейших реабилитационных мероприятий обследования. Это УЗИ, брюшную полость, изобрешенное пространство, малый таз, периферические лимфоузлы и так далее. Ежегодные в отделении реабилитации получают восстановиться на лечении около 300 женщин, принявших противоокупливого лечения по поводу рака тела шейки матки в возрасте от 26 до 72 лет. Причем большинство из них это все-таки рак тела матки. Это та реабилитационная междисциплинарная программа, которая находится вокруг пациента, конечно же, врач-онколог и все те специалисты в области реабилитации. Врачи лечебной, физкультуры, массажисты, инструктора, врачи-физиотерапевты, специалисты кабинета гипербарической оксигенации и, конечно же, психологи, психотерапевты, которые начинают вести наших пациентов еще во время постановки диагноза. На первом этапе реабилитации ранние и послеоперационные осложнения, конечно же, основные цели – это ранняя активизация пациентов, оккупирование болевого синдрома, профилакция тромболических осложнений, нормализация тонуса мочевого пузыря и психоэмоциональное восстановление. Второй и третий этапы реабилитации – поздний и послеоперационный период, оккупирование болевого синдрома, лечение лимфовенозной недостаточности, оккупирование послеоперационных осложнений, послеочевых ректитов, циститов, нормализация тонуса мочевого пузыря и, конечно же, психоэмоциональная коррекция. Ну, схематично буквально представлена физическая реабилитация в раннем и в раннем послеоперационном периоде. А слева – это те синдромы, те последствия, те осложнения, и справа – те мероприятия, которые проводятся в нашем отделении. Поздний и послеоперационный период. В принципе, они на каком-то этапе совпадают осложнения, но чем дальше, тем осложнений, возможно, даже и больше. Во время лучевой терапии тоже свои задачи, во время химии лучевой терапии. И, да, тут трудно сказать, первый – это этап, но, наверное, все-таки это тоже первый этап. В нашем отделении, я сразу хочу сказать, мы работаем около 15 лет, и до этого я считала, что у нас официальное отделение реабилитации. И у нас есть полноценно два этапа. Это первый этап, второй этап. Первый этап – мы захватываем реанимацию, стационарное лечение, химиотерапию, во время химиотерапии, во время лучевой терапии. Между курсами химио-учевой терапии и дальше пациенты, когда находятся на диспансерном учебе, они также амбулаторно посещают амбулаторно-лебедяной стационар в наше отделение. Лечебная физкультура начинается буквально сразу во время стационара, пребывания пациента. Причем она разнообразна. Это и гинекологические комплексы, занятия на мячах, скандинавская ходьба, адаптированная йога, пилатес, бодифлекс, все, что можно, мы представляем нашим онкологическим больным, чтобы ни в коем случае не задрагивать интересы. Он к больной, он такой же пациент. И во многих, как вы говорили, фитнес-клубы, они пытаются пойти, им там отказывают, они не знают проблем, они не обучены. Но в нашем отделении мы стараемся полноценно все пациентам дать. Физиотерапевтические методы лечения используются на всех этапах. И во время химиотерапии, и во время лучевой терапии, и во время сразу в реанимации после оперативного вмешательства. Не буду останавливаться на отдельных физических факторах. Просто перечислю, пролистаю. Это хивомат, электростимуляция электромагнитным полем, низкочастотная магнитотерапия, СНТ-форезы, электрофорезы, электрониостимуляции, низкоинтенсивная лазеротерапия, борьба и с осложнением после экстравазации химии препаратов. Светодиодная матричная терапия помогает с инфекционными, в том числе и сосудистыми нарушениями на нижней конечности бороться. Лампа, биоптрон, регенерирующий, противовоспалительный, трофикостимулирующий эффект. Прессотерапия, ряд препаратов, у нас около 16 различного вида аппаратов, наиболее, наверное, востребовано, потому что осложнение, лимф, веноз, недостаточность, наверное, более ярко представлено. Трансприняная электростимуляция, электросон, не только обезболивающий эффект, это как раз борьба с вегетисосудистым проявлением постапсессионного синдрома. Тоже большая проблема для этих женщин, используем этот активный аппарат. Лимфостимуляция, борьба с отеками, с болью. КВЧ-терапия, стимуляция гемолекопоеза во время после химии лучевой терапии. Гипербарическая оксигенация. У нас есть ряд работ научных, кандидатская защищена, использование гипербарической оксигенации во время химиотерапии. Озонотерапия, антисептический, мономодулирующий, дезинтоксикционный, противогипоксический эффект, широко используемый в комплексной программе лечения рожестого воспаления. Мануальный лимфодренажный массаж, наиболее востребованная методика лечения. Услышали про нее последующие компрессионные бандажирования, нарушение специальных компрессионных бандажей. Лимфотейпирование сейчас тоже очень модное направление, и мы его тоже стали уже год как использованием нашим отделением. Не буду коротко, наверное, слышала, да, активно используется у спортсменов наложение тейпов. По ходу лимфодока, а тейпы – это такие клеющиеся ленты, которые приклеиваются к коже, растягиваются, и за счет того, что при некотором растяжении они наклеиваются, кожа приподнимается над тканями, и просвет увеличивается, лимфодок улучшается. И если в комплексе использовать с лечебной физкультурой и с физиотерапией, эффект еще будет лучше. Компрессионный трикотаж – это как для закрепления эффекта, а также медикаментозное лечение советуем нашим пациентам. Нельзя не сказать про психологическую реабилитацию. Всевозможная групповая, индивидуальная психодиагностика, тренинги семинаров, семейное консультирование, танцы двигательные, арт-терапия – все, что можно. Весь, наверное, спектр наши специалисты используют. В нашем отделении работают 5 психологов, 1 врач-психотерапевт. Вообще в отделении работают только 37 специалистов различных специальностей в области реабилитации. Не только гинекологии, да, понятно, что там и голова шеи, у нас и фониатрологопед есть, и гастроэнтеролог есть, и дерматолог есть. Все, что касается гинекологии, на этом слайде. Это вот занятия психологов, примеры занятий. Изучали в течение последних 5 лет, взяли статистику и посмотрели 5-летнюю выживаемость у пациентов, которые находятся в нашем отделении, которые нет. Ни в коем случае мы не сокращаем выживаемость и продолжительность жизни у наших онкологических больных, но качество жизни, конечно, оно несоизмеримо выше. И поэтому данные методы лечения на развитие и на прогрессирование онкозаполеваний не оказывают влияния. И, конечно же, реабилитация, как я уже начала свой доклад, должна быть в ранние сроки, должна быть на протяжении всего лечения, сопровождать пациента во время специального лечения и намного дальше. Процесс реабилитации должен носить непрерывный характер, только так и можно добиться нормального восстановления и участия онкологического больного в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ